У вас на самом деле, я неоднократно ходил на ваши совместные перформансы с Сашей Волохом, конечно, контраст в том смысле, что у тебя более брутальная поэзия, чем у твоего подельника. Уже все поменялось, я уже выступаю как затравщик, как такой изысканный лирик, ну, поначалу, в первом сете выступления, а Волох уже дает такую чугунную ноту российского реала. Здесь такая закладочка любовная, ты что-то приготовил? Почитать? Приготовил, но я могу и наизусть. Это же предлог, так что мы в фарме посвятить темнотем. Секундочку. Вот докладочка. Акела напрягся. Нет, 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 надо же показать стране и миру, что вот, еще есть порох в пороховницах, и не все мозги пропиты и проедены. Я однажды тебя повстречаю на кудрявом речном берегу и портвейном тебя накачаю, и что я неженатый солгу, Облежу я игриво и нежно завитки на затылке твоем и сорву с тебя юбку небрежно, а потом затащу в водоем. Буду липко к тебе прижиматься под водой, а потом и в траве. Птичка, зайчик, не надо ломаться, прошепчу я твоей голове. Голова замотается нервно, ну а тело обнимет меня. Отпусти, ты не понял, наверное? Ой, какая большая фигня, надо мной только что пролетела. Это девочка верно сова, и расслабится мокрое тело, и укусит меня голова, но укусит не злобно, не больно, ибо летом в ночи у реки нет обиженных и недовольных. Приносите портвейн, мужики. Ну вот это явно для Москвы, конечно, да, а не для... Нет, нет, кстати говоря, нет, ну я имею в виду те произведения, скажем так, сюжетные, да, где действуют герои, которые без мата не могут просто. Ну вот им так положено, да, у них нет речевого заменителя, никаких там эвфемизмов и прочего. Вот они так живут, так говорят, и, ну, их не объедешь.